Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И это понятно, ведь для ребенка на 4-5 лет его жизни детский сад становится вторым домом, в котором он проводит большую часть дня. Сегодня отправимся в 172-й детский сад и расскажем о работе педагога-наставника, воспитательницы Натальи Юрьевне Румянцевой. Это история про настоящего профессионала своего дела. Она нашла свое призвание в детях, работает с душой, вкладывает в своих подопечных максимум полезных знаний и умений. В профессию пришла, можно сказать, случайно и не случайно. Привела сюда своего ребенка, дочку, два годика. Планировала вернуться назад в свои первые деятельности. Я по первому образованию медицинская сестра. Но осталась с ребенком, вот почему я и сказала не случайно, потому что случайности в этом нету, потому что каждый родитель, особенно мама, это первый и главный воспитатель и учитель своего ребенка. А поскольку в этой работе я раскрыла очень интересную, важную многогранность этой профессии, увидела, она меня увлекла. Вот поэтому я в ней осталась. И по сей день, вот уже почти 20 лет, работаю в этом детском саду. Свою воспитательскую деятельность Наталья Юрьевна начала с ясельной группы. Росла вместе с малышами и первые шаги в педагогике делала вместе с ними. Сначала, конечно, мы научились ходить, есть, разговаривать, одеваться, умываться, где-то дружить. Не ссориться, договариваться, петь, танцевать, слышать, слушать друг друга. И потихоньку мы с детьми росли. Мне, и поскольку это была ясельная группа, то очень актуальным и правильным в работе с теми детками это было русское народное творчество. Это сказки, потешки, песенки, попевки. Мне это очень близко, интересно. Интересно. И вот оттуда и родилась программа, которую я потом, у меня есть, да, у меня есть своя программа, по которой я работала. Называется она «На заваленке». Детям тоже это близко, интересно было. Мы многие праздники организовывали. У нас были утренники с показами, с фольклором. Вот совсем прибаутки, потешки. Дети танцевали, изображали частушки. Чистушки, разговоры вот этого вся русская, народная душа, в детях оно воспитывалось. И это очень правильно. Ребенок должен знать свои истоки, азы начала. Наталье Румянцевой удается найти подход к каждому ребенку. В садике ребята узнают много нового и интересного, пробуют применять полученные знания на практике. Обстановка в их группе располагает. Все дружные, не ругаются. Заинтересовало конструирование. И вот как раз с конструированием я участвовала в конкурсе «Воспитатель года». Была участником и победителем и городского этапа, областного, и была участником всероссийского. Конструирование то, что близко детям, понятно. Через конструирование детям можно донести до детей все. Все, что угодно. От сказок до строя, до космоса. То есть сфера неограниченная. Широта огромная. Буйство фантазии просто бесконечное. Ну и вот таким образом воспитатель, он же не работает в одной сфере. И я не могу сказать, что занимаюсь только русским народным творчеством или только конструированием. Есть дети, которые великолепно декламируют. Я тоже очень люблю и стихи, и поэзию. Мы с ними читаем. Есть дети, которым нравится петь, и у которых это получается. Мы с ними поем. То же самое танцы. Есть, да, конструктор, мыслители. Переверни. Молодец. Теперь чуть-чуть сверху ручкой прижми. Ручкой. Смотри, вот так вот. О, отлично. Работая в детском саду уже много лет, Наталья Румянцева не перестает удивляться, насколько дети разные, интересные, забавные, умеющие своими поступками поставить задачу перед ней. Она их, конечно же, любит. Любит на каждом их жизненном возрастном этапе. Но вот уважение, принятие ребенка таким, какой он есть, вот это ее способность, которая перекрывает, вот даже вот, ну как вот, есть все сюда. Она общается с ними на равных, то есть она партнер, она не над ними, она не давлеет, она с ними рядом. Они это прекрасное чувство, чувствуют и очень этому рады. Воспитатель уверена, что каждый ребенок уникален. В нем живет и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. Один ребенок попросил оставить полочку. Это вот достаточно интересно, она до сих пор есть, это пустая полка. Почему она пустая полка? Это полка профессий, которых еще нет. Вот они дети. Да, он придумал эту профессию, это же на этом не закончилось. Он придумал профессию гиператмосферщика. Более того, знаете, что это за человек? Это человек, который будет делать атмосферу вокруг планеты, пригодный для дыхания, чтобы люди могли работать в космосе, удобно. И он сказал, что когда вырастет и станет гиператмосферщиком, он перевезет атрибуты для этой полочки. Вот мы ждем, и эту полочку ничем не занимаем. Поэтому профессия воспитателя, она дает действительно возможность раскрыться нам в своих детях. Она часто читает детям книги о животных, о природе, о родине. Они позволяют воспитывать у детей любовь и уважение. Дети учатся добру, обсуждают зло, оценивают поступки людей. У Натальи Юрьевны прекрасная миссия – дарить свою любовь детям. Вот у меня интересный был такой случай. У меня девочка, вот она сейчас выпустилась в первом классе, учится. И очень вот по-настоящему нравилось читать стихи. До такой степени нравилось. Я люблю их иногда сочинять. Я не автор, я не пишу, не печатаюсь. Но этот ребенок, настолько мне сама она нравилась, я под нее писала стихи. И вот про Самару последнее стихотворение она мне присылала видеозапись. Она учится в гимназии. И вот она заняла с моим стихотворением первое место. Ну, конечно, это очень приятно. Потому что эта профессия дает возможность и нам, воспитателям, реализовываться в детях. Здравствуйте, меня зовут Настя. Мне 7 лет. Я расскажу на стихотворении, которое сочинила моя воспитательница Наталья Юрьевна. Это стихотворение о Самаре и как весело в Самаре зимой. Я на санечках лечу, во все голо хохочу. Мимо цирка, мимо дому, все любимое, все знакомое. Мимо елок фонарей, все быстрее и быстрее. Впереди сверкает лед, я летучий ледоход. Я по Волге прокачусь, с Волгой крепко обнимусь. Извиняются души фанфары, я люблю тебя, Самара. С детьми у Натальи Юрьевны полное взаимопонимание. И очевидно, что они говорят на одном языке. К родителям также особый подход. С родителями общий язык мы находим тоже через детей. Мы раскрываем все то хорошее, что есть здесь. Родители, они ведь это оценивают. Когда ты показываешь, работаешь с ребенком, когда ты помогаешь ему раскрыть себя. Родитель, конечно, это видит, он благодарен и ценит это. Опять-таки разговор, только через разговор. Потому что если молчать, не разговаривать с родителями, то может возникать недопонимание. Какие-то мысли, которые будут мешать тебе навязываться. Их надо обязательно высказывать. Нам вообще людям нужно разговаривать. Если разговаривать с родителями, быть все время в контакте и все обсуждать, то, вы знаете, язык можно найти с любым абсолютно человеком. И плюс родители должны видеть нашу работу, что мы работаем с детьми, как. Дети приходят, они же делятся своими впечатлениями, эмоциями. Родители видят их работы, выставки, конкурсы, организованные все. Наши праздники, неважно какие, Новый год будет, 8 марта. Это наша работа, это то, что мы показываем родителям. Показываем в детях то, чему мы смогли их научить. И, естественно, отклик всегда есть. С воспитателем можно поговорить откровенно. Она делится своими мыслями и спрашивает у родителей, если что-то не так. Может дать совет или подсказать, на что обратить внимание и над чем стоит поработать. Ребенок идет в садик с радостью. Мы много чем занимаемся. В том плане, они занимаются в садике, она приходит домой и ей хочется заниматься этим и дома. То есть они лепят и рисуют, и оригами занимаются, клеят. Очень-очень много чем они занимаются. Поют, танцуют и делают все это дома тоже. Повторяют после своих занятий. Сегодня, спустя 20 лет работы в детском саду номер 172, Наталья Румянцева с уверенностью говорит, что справилась. Найти подход, уверена, воспитательница, можно к любому ребенку. Причем дети, по ее словам, входят в контакт достаточно быстро. На это требуется неделя-полторы. Завоевать расположение юных воспитанников ей помогают три главных качества. Позитивное мышление, эрудиция и готовность всегда учиться чему-то новому. Люблю за то, что в этой профессии, как ни в одной другой, есть отклик, есть результат. Если ты работаешь с детьми, результат будет всегда самый разный, порой такой неожиданный. Дети раскрываются в процессе своего взросления с таких неожиданных сторон, что диву даешься, эта профессия не дает тебе повезнуть в болоте. Ты все время живешь, ты все время в движении, в энергии, в каких-то новостях, в каких-то... Ты удивляешься бесконечно. Ты все время сам ищешь, а не поблуждают к тебе каким-то новым поиском, новым действием. Надо, наверное, просто понимать, что ты на месте, быть, стараться быть на месте, не быть сбоку, не стоять, а жить в этом. Тогда все получается, и тогда тебе все это нравится. Я на работу иду с улыбкой смотреть детишкам в глаза, с ними играть и им улыбаться. Я воспитатель в детском саду. Им каждый день я дарю радость, тепло и улыбку свою. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.